Ай, здорово, ребят, с вами Арти, это третья попытка записать геймплей данной игры, потому что матч успешно не хочет находиться, просто жесть, я очень-очень долго жду. Итак, игра, похоже, у нас на Dead by Daylight, вы сразу её узнаете, видео будет без монтажа, почему? Потому что мы будем смотреть геймплей от лица того человека, который игру только-только купил, нам монтаж не нужен, это первое впечатление, я её сам ещё не запускал, поэтому, надеюсь, она тебе понравится. Сейчас она в стиме продаётся скидкой, но мне ключик сами разработчики дали, но это, как бы, запись не рекламная, потому что мне абсолютно пофигу, мне дали его просто протестить. Вот, и единственная претензия, которую я уже увидел, это охренеть, как долго ищется матч, я тебе скажу, минут 10 я, наверное, только что искал. Вот, а в остальном же, эта игра, копия Dead by Daylight, только вот в таком вот футуристичном виде, выглядит занятно на самом деле. Что мы можем? Мы можем ставить блок стены, этот, ага, вот они, собственно, наши. Вот такие штуки нам нужно будет чинить, это а-ля генераторы, как в Dead by Daylight, да, я так понимаю. Есть также охотник. Единственное, знаешь, что я не пойму? То есть, тут как-то такого челленджа нету, да? Я чиню и чиню. Давай, подруга, помогу тебе. Ага. Так. Мы умеем выходить в инвиз, наш персонаж называется Shadow Tень. Есть там еще пару персонажей открытых и доступных, и есть пара охотников. Знатная надпись, мне крайне нравится. Не курить. Прикольно. Ага. Пока мы только... Он уже тут. Беги, мать. Беги, ты шо. Дал он ей сразу по голове. Построим стеночку небольшую. О! Так. Нижнюю мы сейчас раскроем. Это система ловушек таких, как Dead by Daylight, только видишь. Офигеть, что за звук. Слушай, он довольно-таки страшный. Еще оба, ничего. Так. Пока не ясно, пока на карте, что нам нужно делать. Интересно, а вот эти он ставит, которые нам мешают пройти? Слушай, это прям ловушка. Его можно сюда загнать, перепрыгнуть. Он-то эти, наверное, не может сломать. Или может. Так, они починили какой-то генератор, я так понимаю. Графика в игре, кстати говоря, очень приятная, на самом деле. Выглядит очень знатно. Аплод, загрузите датаку. Только не веди ко мне его. Лё. Вот у него очень плохое место. Точнее, не очень хорошее место. Я могу здесь... Почему она около меня стоит? Ага. Вон он, её насадил уже. Почему она около меня стоит? Я надеюсь, это не его ловушка какая-то. Так, всё, тихо. Он уже здесь. Я прям слышу, как он ходит, но он, видимо, снизу ходит, да? Да, я так понимаю, что он снизу ходит. Ага, они ещё и лечат друг друга. Но это прям точная копия Dead by Daylight, только в таком футуристичном стиле, а-ля современный и всем известный киберпанк. Как будто бы Dead by Daylight в киберпанке. Так. Только что нам делать, я не понимаю. Эквип. Ага, какую-то батарею мы эквипаем. Но я вижу то, что цель загрузить датакубы. Блин, ну игрокам в Dead by Daylight, я думаю, будет знатно поиграть. Знатно, не знатно, а занятно. Мне так кажется. Всё-таки... Ёп твою мать. Всё-таки а-ля такой новый экспириенс будет для них. Она такая не особо страшная. Вот в Dead by Daylight, когда первый раз заиграешь, она вот типа такой а-ля... Хоррор. Он к ней пошёл или ко мне? Так, ладно. Батарея, собственно, почти заряжена, да, я так понимаю? И она многоуровневая. А в Dead by Daylight, мне кажется, немножко не так всё равно. Ага, это для блоков, чтобы ставить блоки, штуки. А вон там зелёное что? Так. Страшный-страшный робот наверху, по всей видимости. Давай нижнюю стенку уберём. А, нельзя, да, выбирать, какую стенку убираешь. Ну окей. Так. Я же надеюсь, это звук, я правильно понимаю? Да нет, не то. Вот это. А, этот уже озолоченный. Жесть, он прям стены там ломает. Визуальная игра очень красивая, на самом деле. Ну, такая, не сказать, что очень красивая, но выглядит прикольно. И надпись на куртке не курить вообще знатно. Что вам в итоге сделать-то нужно? Кубы мы зарядили, я так понимаю. Здесь внизу ещё есть кубы, которые нужно зарядить. Он по-русски сказал, ничего страшного. Нет, 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 нет. Брат, только не за мной, пожалуйста. А, нет, нет. О, помогите, помогите. Помоги мне, пожалуйста. Ты её меня увидел, да? Нет. Он, блядь, бежит. А я могу спрыгнуть и не разбиться? Да, могу. Нет заряда, говорит. Не можешь, ты, говорит. Он меня видит, чё нет? Он меня видит. А сколько раз меня нужно ударить? Оп. Ай, нет, в ловушке. В ловушка. Ай, нет. Он меня поймал. Слушай, ну он не особо страшный, конечно. Он меня сразу казнит, и всё. Техническое уклонение, пожалуй. А, это что такое? Смотрите, мейтс, ты юсейф. А-а-а. Смотри, вот что это было за голограмма. Как же я чувака подвёл-то? Ля. А он виден голограмму, интересно? Мать, ты меня можешь спасти. Вот это прикольно. Вот это прикольно. Опа. Так. Ага. То есть, смотри. Перманентно он нас не убивает. Как в Десгарде не сделали, кстати. Я вот после этого перестал в Десгарде награть. Если чё. Ха-ха. Типа... Мне не нравилось то, что я не могу побеждать чуваков. Когда я их казнил. Здесь есть такая же система, тут такой себе. Но у меня полхп. Это на один выстрел, я так понимаю, да? Так, нам остаётся, наверное, вон тот, да? Внизу который. Да не за что. Лё, похилил. Оп. Слышали звук? Звук того, что пора побеждать. Беймать. Да не ко мне же, ёпки. Блок нужно брать, чтобы я мог... Не-е-ет, я прям на него вышел. Но я отведу. Я отведу от своих ребят, типа. А они закончат начатое. А-а-а-ай, не-ет. И всё, да, и он меня сейчас по-любому перманентно убьёт. Правильно понимаю? Блин, здесь где-то есть локализация, а где-то нету. Это очень странно звучит, конечно. Так. Мать, мать, я сзади. Стой, стой, друг. Стой, стой, стой. Спасибо, дядя. А, ну всё, и в следующий раз он меня по-любому приятывает. Ладно, давай хотя бы что-нибудь поставим. Слушай, ну прикольно, на самом деле прикольно. Сейчас попробую за охотника следующую поиграть. Но это если быстро катка найдётся. Или не попробую. В принципе, и так концепция игры понятна. Футуристичный Dead by Daylight. Играется так же, на самом деле. Играется так же. Я не могу перелезть. Могу. Ну и возможности, смотри, короче, возможности тикнуть от него гораздо больше. Получается. Блин, что нам ещё нужно? Какой куб нам ещё нужно бахнуть? Я вот этого не понимаю. Вон тот оставшийся. По всей видимости, да. Что за тап? Пассивный скилл, я понял. Блин, красная стенка, это видимо... Блин. Ну чувак, ну дай мы выиграем, пожалуйста. Тяжеловастенько пробиться-то. Да не блок, а вот эту штуку давай. Please get the... А где же... Где же нам его взять? Это что за объявление такое? А в кустах он меня увидит? Интересно, по-любому увидит. Просто пройди мимо, брат. Спасибо. Я случайно кинул. Случайно кинул. Господи, он сейчас меня просто найдёт. Уже не убежать. Ага, он кого-то нашёл. Он по низу бегает. Я думал, он ко мне подошёл. Блин, а где взять-то эту штуку поднять? Для куба-то. Нет-нет-нет-нет-нет, ко мне не веди. Ко мне не веди. Ой, он за мной теперь. Ну, камон. Ну, нему за мной. Все, я тихнул. Я не тихнул. Да беги, глупец Какой-то он до хрена быстрый, нет? Для робота Все равно увидел Нееет Блин, ну вот такая вот, короче, игра Я не знаю, не буду больше геймплей записывать Только если понравится и вообще будет Хоть какая-то активность Типа, если такая игра понравится Такая а-ля замена Dead by Daylight Раньше я стримил периодически Dead by Daylight И видосики записывал Вот, ну, слушай, это новая игра Если зайдет, как бы, мы можем попробовать Ее постримить, наверное, записать какие-то обзоры До гайда Не знаю, просто это еще одна попытка Типа а-ля посоперничать с Dead by Daylight В котором до сих пор постоянное обновление Постоянные какие-то скинчики Постоянное что-то меняется, в которое активно люди играют Можем, кстати, досмотреть матч Он один остался Ник мы его не будем, конечно, читать Я... ну, хотя нормальный ник, че Всяко бывает Я, знаешь, что я не вижу Не вижу места, куда ему нужно срулить Лифт и... Лол Ну и все, в итоге он не смог убежать И карбой этот MVP сделал Выиграл Слушай, ну, нормально Мы, по сути, вон вообще ничего не сделали Вот этот пацаненок выиграл, да? Куча-куча всего Так что такая вот Мини-аля первый взгляд Обзор на игру Голд Экспресс Так что давай Жду от тебя какой-то активности Чтобы понять вообще Надо такое делать или нет Всем спасибо, ребят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok